Доброе утро! Смотрите, какую картину застала. Ребенок волосы себе обрезает. Ну, не волосы, конечно, косички. Мы как-то уже их обрезали, чтобы они были короче. Сейчас вообще решила под коре. Пару денечков так походит, да? Да, денечек, наверное, в понедельник уже. А, и в понедельник она уже их все распустит. Будешь кудрявая, знаешь, как африканка. Тем более они у тебя короткие. Самостоятельная, все сама, все сама. Сразу две. Да? Да. Ого! Она была завязана? Да. Кстати, у нас сегодня такая была буря. Всю ночь. Это не завязано еще. А у меня рука не болит. А я планировала, что я буду два выходных лежать. Планы прервались. Да, извинились. В общем, обидненько. Обидненько не то слово, потому что я себе напланировала, что я буду лежать. У меня будет постельный режим. А я уже себе даже сериал выбрала для просмотра. И в итоге, что вы думаете? Рука почти не болит. Почти не болит. Прям буквально немножечко. Что за несправедливость? А все... Ай, Тимка там идет. А все напугали, что... Антенна дома. Антенна дома. Ты антенна дома? Ну покажись. Антенна дома. Антенна дома. Ну иди сюда. Сюда, сюда, сюда. Антенна дома. Антенна. Вот. А все напугали, что после второй давки будет гораздо хуже. Ничего не болит. Антенна температура не умерю. Антенна дома. А это от машинки пуль? Да? Нет. Я Антенна. Ты Антенна? Ловишь какие-то сигналы? Смотрим. Если я не вожу, и кормочите, как моя Антенна мост. Упс. И выдвигается. Ладно, Тим. Буду помогать Славе, чтобы она быстрее закончила. Не бегу обнимать мяч, а тараню. Таранишь? Мои вернулись с футбола. Я сегодня затеяла грандиозную стирку. Стирку хуя. Кто-то идет. Кто-то, по-моему, разывает. Не хочет пылить дома. Привет. Привет, зайка. Что ты делаешь? А я снимаю влог, компрометирующий, наоборот, раскрывающий все секреты. Ну, кто-то сказал. Какие секреты? Ты же знаешь, что я очень подвержена комментариям. Мне в комментариях написали, что луканы вылуканят. В общем, я теперь хочу рассказать, что да, действительно, мы лукавим. И сейчас я раскрою все тайны, что Виталик... Да, вот видите, я вот специально пошел сейчас на улицу, измазал руки в краске. Нет, наоборот. Наоборот, что мы работаем больше, и ты работаешь намного больше, чем ты рассказываешь во влогах. Я, да я по восемь часов вообще редко работаю. По субботам не работаю. Суббота-воскресенье вообще. Особенно суббота и воскресенье. Я никогда не работаю. И хотела рассказать вот по поводу воскресенья. Вы представляете, он забрал у меня уже даже воскресенье. Он обещал, что будет в воскресенье выходной. Попросил меня помочь ему буквально на часочек приехать, вытереть там, что это, фуга? Как называется? Замазка вообще между плитками. Сказал, Наташа, помоги, пожалуйста. Часочек работы. Я приехала, и четыре часа я мыла в ванну. Потому что если бы я ее не мыла бы, мыл бы ее он. И он бы приехал еще позже. Все, иди переодевайся. Наташа, я же не виноват, что ты так медленно работаешь. Все, иди, пожалуйста, переодевайся. Что там? Мороженое? Ага. Тормозок мой. Недоеденный. Окей, я показывала, что у меня сегодня была грандиозная стирка по поводу обуви. Все, уходи, я обувь показываю. В общем, кушать... О, здорово, у меня уже как раз все готово. Я сейчас буду вас кормить. Так, хотела рассказать о чем. А, бедные мои кроксы. Наташа, лучше бардак на кухне покажи. Сейчас, подожди. У меня, видите, даже загар по кроксе. А это не стираная обувь. Ромка только что вернулся с футбола. В общем, посмотрите на мои бедные кроксы. Им больше пяти лет. В общем, все. Они уже прям дожили свое. Теперь придется искать магазин кроксов. Хотя я не знаю, есть ли вообще здесь. Я так про галерею смотрела и ничего не нашла. Тимуру повезет очень хорошо. Потому что ему достанется вся обувь от Романа. Уже кроссовки, которые покупали буквально в конце. Ну, не помню, надо посмотреть по видео. Но не так давно покупали ему бутсы такие на футбол. Все, уже маленькие. И такой обуви реально очень много. Кстати, Наташа, завтра надо ехать срочно в Декатлон покупать Роману новую обувь. Потому что он играет в своих кроссовках. И там уже дырки появляются. Но не на подошве, Наташа. Ну, окей. Дырки не на подошве обычно появляются. Ого! Потому что эта же обувь не предназначена для футбола. Окей. Хорошо. О, а еще, кстати, забыла вам рассказать. Рыбные палочки. Я очень часто в своих видео в покупках показываю, что я покупаю рыбные палочки. Я их раньше всегда жарила. А тут недавно для себя открыла, что их можно запекать. И это будет... То есть они сырые сейчас? Не, они готовые ешь. Что их можно запекать, и они будут, во-первых, меньше масла. Они быстрее готовятся. Кухня. Ешь спокойно. Они из красной рыбы, что они просто разогреты, и они уже готовы. Они не разогреты, они в духовке запеченные. Ешь давай. Нормально. Приятно. А, и еще. Он не ест видео не потому, что ему невкусно. Он не ест видео, потому что он чавкает. Потому что... Потому что некрасиво. На самом деле, ем только видео-вилочкой, а так я ем руками. Прям вот так беру две тарелки и ем прям руками. Ну, все, кушаем. Еще салатик, смотрите. Вкусненько. Как ты думаешь, вкусненький салатик? Вообще-то, между прочим, мне уже борща хочется. Мне тоже хочется. Еще одно признание на сегодня. Очень многие пишут, что мы очень жизнерадостные, постоянно улыбаемся, но это не так. В последнее время я все меньше и меньше улыбаюсь. У меня все чаще болит голова. И мама сегодня даже... Ну, естественно, я созваниваюсь с мамой очень часто в Сибири. И мама мне говорит, слушай, может быть, пора уже задуматься над покупкой тонометра. Ну, чтобы вы понимали, да? Если вдруг кто-то не знает... Но я в этом, конечно же, не сомневаюсь, все знают. Это аппарат для измерения давления. О, Наташ, тебе надо опытный мужчина, который заметит первые признаки инсульта. Спасибо. Нет, вот. У меня, в общем, что-то в последнее время постоянно болит голова. Не постоянно, но так частенько. И я меньше улыбаюсь, чем нужно. Вот. А мне можно тоже на сегодня одно признание? Давай. В общем, давно хотел признаться, ну, так вот, честно. Да? Я встану так вот. Ну, признавайся. Наташ, в общем... Боюсь представить. Ты пересолила салат. Ну, чтобы ты молчал. То есть я пересолила салат, да? Окей, хорошо. Ладно. Я же выключу камеру потом. Не боишься, нет? Наташ, твои угрозы уже... Услышала очень много людей, чтобы я боялся. Пойду тоже кушать, наверное. Смотрите, сколько мне волос оставили. Ну, в смысле, это я расплетала только что косички. Есть теперь такая пушистенькая. Вот тут еще не расчесано. Сейчас надо срочно помыть голову. Что, тебя сегодня полщемахи расплетало? Да. Да, кстати. Идеальный способ расплести такие косички зубочистка. Ну что, голову мыть. Моя африканская... Даже не знаю. Полячка. Полька, Яси. Полька. Нельзя говорить то слово, которое ты сказал. Да-да-да. Они обижаются очень сильно. Запомни. Запомнишь? Да. Хорошо. Попытаешься. Что сегодня интересного делали? Ой, Махи. Рисовала картину. Да, я покажу. С пропорциями, конечно... Не надо. Яси не училась. Яси не умеет рисовать. Ну, в общем, да. Вот так. А все остальные что делали? Мы рисовали какие-то закаты. Вот такой... Не очень прям. Не очень прям. Ну, по сравнению с ними, я красиво очень рисовала. Прям красиво-красиво. И ты так и не хочешь идти учиться рисовать? Не хочу. Окей. Ладно. Все. Мы пошли спать, поэтому всем спокойной ночи. Сладких снов? Да. А мы пойдем, наверное, кушать. Точно? Да. Пока у нас все мальчики спят, будем мы ночными жрицами. Все. Всем спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok